Долгожданное событие для всей Украины. Накануне вечером из Мариупольской Азов-Стали наконец-то удалось эвакуировать часть украинских бойцов полка Азов. 10 автобусов с нашими защитниками покинули металлургический комбинат. 16 мая из Азов-Стали в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжелораненых бойцов для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор доставлены в Еленовку. Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена. Это был первый этап эвакуации. В подвалах Азов-Стали по-прежнему остается часть украинских военных. По словам президента Владимира Зеленского, главная цель – вернуть всех бойцов живыми. Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжится, и эта работа требует деликатности и времени. Сохраняем максимально дипломатическую активность и на других направлениях в интересах Украины. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали бойцов героями нашего времени и поблагодарили за выполненную боевую задачу. Поставив себя под удар, они дали возможность украинской армии перегруппироваться на других направлениях. Таким образом, удалось не допустить захват стратегически важных украинских территорий. Война – это искусство, а не наука. Когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава. Это и есть высшая планка управления войсками, тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством. Слава Украине! Тем временем российские оккупанты продолжают депортировать жителей Мариуполя. По данным британских расследователей на территории России сформированы 66 лагерей, большинство из них на Дальнем Востоке. Только за последние два дня принудительно вывезли более 300 мариупольцев, из них 52 дети. Вывозят не только людей, но и имущество, в том числе и металл. Для этого враг пытается восстановить работу порта. Враг продолжает терроризировать мирное население постоянными обстрелами. Сегодняшнее утро в поселке Десна Черниговской области началось с ракетных ударов. Не обошлось без жертв. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно у нас есть погибшие и много пострадавших. Несколько громких взрывов разбудили ночью жители Львовской области. В самом Львове сработало ПВО. Не удалось сбить снаряд в Новояворовске. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала Львовская железная дорога в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информации о травмированных или погибших не поступало. Предварительно ракеты летели с востока. Только за последние сутки в Донецкой области погибли 20 жителей, среди них ребенок. В Дружковке вражескими снарядами разрушена больница, детский сад, ледовая арена и большое количество жилых домов. Неспокойно и в Луганской области, и в самом Северодонецке. По словам главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, погибло минимум 10 гражданских. Враг хаотично обстреливал жилые многоэтажки. Снова досталась и больница. Частично разрушены все корпусы медучреждения. Так сейчас выглядит временно оккупированный город Рубежное в Луганской области. Более 80% жилых домов уничтожили вражеские войска. Жители остались без газа, света и воды, а также без связи с родными. Не менее жуткие кадры с высоты птичьего полета из села Александровка Херсонской области. На этой территории почти месяц шли ожесточенные бои. На видео не видно ни одного уцелевшего дома. Тем временем российские оккупанты не выпускают жителей Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. По словам очевидцев, на выезде из региона образовалась пробка из более чем тысячи автомобилей. Люди стоят уже четвертые сутки в надежде, что их пропустят. В самом Херсоне украинцы не сдаются и рисуют на остановках и столбах украинскую символику, показывая россиянам, что им тут не место. Вешают обратные сорванные украинские флаги на зданиях, которые постоянно уничтожают российские оккупанты. По информации Запорожской военной областной администрации, оккупационная власть Энергодара начинает подготовку к проведению так называемого референдума. Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города-атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к Росатому, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины. Горячими боевыми точками по-прежнему остаются Харьковское, Северодонецкое, Лиманское, Авдеевское и Кураховское направления. Все попытки врага прорваться безуспешны. Украинские войска отбили 11 атак и уничтожили 5 воздушных целей. Удалось оттеснить российские войска от двух населенных пунктов Луганской области Горная и Сиротина. Об успехах вооруженных сил Украины на Харьковском направлении высказался Джордж Баррес, аналитик Института изучения войны Вашингтонского аналитического центра. В интервью для Радио Свобода он предположил, что уже в ближайшее время Украина перейдет в масштабное контрнаступление. Что касается вытеснения россиян из Харькова и приближения к Востоку, то это будет очень важно. И мы считаем, что бои, в которые сейчас вступают украинцы, создают условия для боев в Изюме и вокруг него, которые будут иметь решающее значение для нынешнего этапа войны в Украине. Учитывая то, как украинцы в значительной степени выпотрошили российский офицерский корпус, для восстановления утраченного человеческого потенциала потребуется целое поколение. Уже ближе к середине июля украинские войска смогут пойти в масштабное контрнаступление. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. Именно к этому времени Украина сможет получить от Запада достаточное количество необходимого вооружения. Александр Белов, Денис Пахила специально для информационного марафона Freedom на телеканале UA.